Итак, ребята, сегодня я пришла в Брукхейвен для того, чтобы устроить романтическое свидание для Брайса, на которое я сама хочу приготовить ужин. Поэтому сейчас мы отправляемся, чтобы поставить наш дом. И после этого мы позовем Брайса прямо домой, где будет готов романтический ужин, где будет красивое свидание. Мы сейчас все красиво украсим, возьмем пропсики. В общем, чтобы было все супер симпатичненько. Я выбрала этот дом, потому что здесь очень большой стол, и можно все очень красиво разложить и положить. В общем, что мы будем готовить? Во-первых, для начала давайте мы сюда поставим приборы. Классно было бы, чтобы они вот так все, ребята. Итак, здесь приборы поставили, теперь с этой стороны тоже ставим приборы. В принципе, вот так нормально. Брайса вот сюда посадим. Дальше нам нужно выбрать еду. Конечно, вот так давайте добавим десертик, чтобы у нас здесь были десертики вот такие, и Брайс мог угощаться, конечно. Также мы сюда поставим вот какой-то вот такой набор супов, чтобы Брайс тоже мог угоститься. Конечно, возьмем сэндвич, поставим вот сюда бургеры, вот так. Ну, чтобы весь стол был накрыт в еде. Конечно, поставим классные напитки, чтобы и кофе тоже был, и печеньки. В общем, чтобы все было супер. Итак, мы все сделали. В принципе, стол мы полностью украсили. Теперь нам нужно украсить все для романтического свидания, чтобы все было очень красиво. Брать здесь может, брать со стола все, что угодно. Сделаем все супер романтично, чтобы вот такие, например, были красивые шарики, чтобы была любовь. Вот, смотрите, вот такие шарики поставим. Конечно, ребята, обязательно какие-то романтические свечи, чтобы тоже все было очень красиво. Давайте вот, наверное, вот сюда мы поставим вот так свечи. Ужин при свечах. Вот, смотрите, ребята, очень-очень симпатично смотрится. Но мы еще поставим свечи в углу. Давайте вот здесь поставим одни, и поставим еще одни вот, например, вот здесь, чтобы у братья рядом тоже были. Блин, я случайно шарик удалила. Но ничего, сейчас мы сюда поставим шарик. Классно сделали. Теперь с другой стороны мы поставим тоже... Давайте вот здесь тоже стол украсим, чтобы тоже выглядело очень красиво. Например, сюда я поставлю вот такие свечи, которые очень красиво выглядят. Дальше мы сюда поставим вот какую-то лампу, вот такую любовную, очень милую. Смотрите, вот. Короче, для Брайса делаю супер красивый романтический ужин. Вы можете сейчас написать в комментариях уже, нравится вам такой романтический ужин или нет. Ребят, ну, в принципе, мне кажется, то, что я все сделала, что все очень красиво получилось. У нас очень такая романтическая атмосфера. Мне очень нравится. Я даже, если честно, не знаю, что можно еще сюда добавить, потому что я уже сделала все очень-очень красиво. Поэтому, мне кажется, можно уже приглашать Брайса для того, чтобы показать ему наше романтическое свидание. Наверное, еще вот здесь поставлю вот такую лампу. Я не знаю, ребята, как вам, но мне безумно нравится, как я сделала здесь все. И наш потрясающий красивый ужин уже готов. Поэтому мы сейчас давайте, наверное, сделаем еще, добавим вот сюда шарики. Давайте, наверное, вот сюда добавим тоже шарики, чтобы было супер красиво. Все, ребята, мне кажется, точно ужин готов. Я хочу вот тут поменять немножко, потому что вот так сделать. Вот, так лучше. Все, ребята, мы полностью готовы, полностью создали для Брайса наш красивый ужин. Поэтому теперь будем приглашать его на этот романтический ужин, на это свидание. Итак, ребята, ну что, Брайс пришел, и все, мы его приглашаем на наш романтический такой ужин. Блин, что у него, замедленная съемка тут началась? Приглашаем его на ужин, значит, трапезничать. Можно вот так садиться. Вот здесь куча всякой еды. Я сама все приготовила. Все сделала абсолютно сама. Все вот так подготовила. Итак, теперь можно угощаться едой. Поэтому я, наверное, начну с тако, который я сама, ребята, подготовила. И давайте будем их есть. Где мои тако? Почему я их не ем? Садимся за стол. А что кушает Брайс? Брайс тоже там что-то вроде жрал сейчас. Вот смотрите, он кушает тако. Мы можем взять тако и тоже начать его кушать, как вы видите. Вот, берем и просто едим. Сейчас, что, что Брайс? А, Брайс вот прям скачет по столу, чтобы покушать. Класс. Я хочу еще взять такой тортик. О, нет, давайте возьмем кофе, попьем. Я вот взяла сейчас мачу попить. Вообще супер, ребята. Вы посмотрите, как атмосферненько все. И вот такое все романтическое. Все такое прекрасное. Мне кажется, Брайсу очень вкусно. Ему очень нравится. Я, наверное, еще тако поем, чтобы точно. Что у него с лицом? Почему он такой? Я не понимаю. Что у него с лицом? Почему он зеленый? Он что, отравился? В смысле, что происходит? Алло, ты живой? Так, ребята, походу, Брайса у него хорошо. Походу, он позеленел, отравился. И я не знаю, у него с лицом что-то точно не так. Блин, ребята, ему походу очень плохо. Это же не от моей еды. Все очень походу плохо. Походу, Брайс реально отравился. Ему очень плохо. Так, он куда-то пошел. Он куда-то пошел. Он в туалет, ребята, пошел. Срать побежал. Брайс побежал. Что происходит? Так, ребята, ну я не могла так сильно отравить еду. То есть, скорее всего, Брайс отравился не от моей еды. Блин, я убила Брайса. Я отравила. Он блевать пошел. Ребята, у него там вообще по-по-по-проблемы. У него со всех щелей льется. Так, мне кажется, надо вызывать скорую. Я не знаю, что происходит, но мне кажется, надо вызывать скорую. Как можно, скорее нужно везти его в больницу, потому что у него там изо всех щелей реальные. Он там походу и срет, и блюет, и все у него очень-очень плохо. Ребята, ну мне-то хорошо. Я покушала то же самое, что Брайс. Вот, я тут приготовила рагу овощное красивое. Плюс я приготовила еще вот пить кофе всякий. Так, я сама все сделала, все домашнее. Почему Брайс там срет? Нифига себе! Он тут там все обосрал. Он там обливал и обосрал все в ванной. Что за жесть вообще, ребята? Блин, мне это надо убирать. Вы понимаете, то, что он там на пол наделал? Так, у Брайса там походу очень-очень все плохо. Нам нужно его срочно везти в больницу. Давайте быстро сейчас подготовим машину на всякий случай и повезем его срочно в больницу, потому что он там походу вообще помирает и реально на пол уже даже навалил. Давайте быстро подготовим машину. Мне кажется, можно будет подготовить вот так мой байк. Давайте, наверное, скорость быстро сделаем, чтобы как можно скорее его довезти. Итак, скорость сделали. Брайс вышел. Там все заблевано, зарыгано. Почему он наделал? Все, что происходит? Так, мы едем в больницу, хватит срать по квартире. Срочно мы уходим. Блин, вы посмотрите, Брайс все навалил. Что происходит? Так, ребята, все очень плохо. Вся квартира в говне. Просто вся ванная облевана, обосрана. Ребята, мы везем Брайса срочно. Где Брайс? Куда он делся? Ребята, я не вижу Брайса. Ему походу стало плохо. Где он? Куда он пошел? Почему он? Вот он. Все, срочно. Мы сейчас везем его скорее в больницу. Забираем Брайса и везем его в больницу, пока он точно не обосрал еще и второй этаж. Итак, садимся и срочно едем. Итак, едем в больницу и сейчас там его оставим, потому что, походу, человек отравился не на шутку. Итак, мы привезли Брайса в больницу, все супер плохо. Где врач? Он, тут у вас пациент новый, он срется. Он навалил уже на кровать, он навалил везде. Блин, ребята, мне кажется, его надо было не этот, а в туалет везти, он везде срется. Ребята, что мне делать? Я не знаю, врачей сегодня, походу, выходной, врачей вообще нигде нету. Итак, ребята, я не знаю, что делать, это просто Брайс навалил по полной. Ребята, из него уже просто извергаются какие-то нереальные масштабы. Там, походу, надо уже, знаете, пробку в жопу засовывать, чтобы как-то остановить эту проблему. Ребята, я не знаю, что делать, у него просто здесь, посмотрите, это просто жесть. Тут все в говне. Где врач? Где врач? Алло, так, нам срочно нужны какие-то таблетки. Давайте мы сейчас возьмем таблетки и дадим их Брайсу. Таблетки от поноса. Итак, берем таблетки, чтобы отдать их срочно Брайсу, пока он там в говне в своем не утонул. Отдаем Брайсу таблетки, пусть принимает их прямо сейчас, срочно, пока не усрался здесь совсем. Так, таблетки отдали. Так, мне кажется, ему надо дать еще бутылку воды, чтобы ему как-то попить и, может, получше хоть чуть-чуть стало. Походу, слышите, ребята, я, походу, Брайса отравила вообще не на шутку. Просто он ужас какой-то устроил здесь. Усрал просто все. Так, таблетки он выпил, ему должно стать лучше. Надеюсь, ему сейчас станет лучше. Так, он, походу, уснул в куче говна. Так, что-то происходит? Мне кажется, ему как-то лучше. Да, ребята, Брайсу, походу, становится лучше. Не знаю, он вроде перестал сраться. В смысле? Что происходит? Его мутит? Он сейчас ргать будет здесь везде? Так, ребята, я считаю... Ладно, я тут ни при чем. В смысле, что случилось с Брайсом? Почему у него такое лицо? Я ему дала не те таблетки, что ли? Брайс почему-то превратился в женщину, но это даже не важно. Главное, что он больше не сурется и не блюется. И мы смогли спасти этот город от Влада, потому что, ребята, посмотрите, это просто жесть какая-то. Он обосрал всю больницу и всю хату. Ну что, я пошла вымывать хату от говна Брайса. Свидание не очень-то удалось, ребята. Напишите в комментариях, как вам вообще наше свидание с Брайсом.